Ну вот, мой телескоп Селестрон. Он состоит из оптической трубы. Так, вот эта штука у нас, где она, вот эта называется, оправа и кольца крепления трубы. Вот она, так вот крепится здесь. Это у нас оправа, где-то вот тут. Что ж такое, у меня стикеры не крепятся. Короче, вот она, это оправа. Дли. Так, потом у нас идет, вот здесь у нас находится шкала прямых восхождений. Ладно, пускай стикеры отваливаются. В общем, вот у нас шкала здесь прямых восхождений. Дальше у нас, вот это у нас искатель. То есть, чтобы удобно было искать какую-нибудь планету или созвездие. вот это у нас окуляр и оборачиваемая призма. Дальше. Вот это у нас ручка фокусировки. Ну, фокус, 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 лопатокус делаем. Так, с помощью вот этих ручек. Ну, тут с двух сторон такая крутилка. В общем, дальше у нас. Ручка тонких движений по склонению. То есть, ну, по-простому вправо-влево. Вот она у нас вертится. Да? Дальше у нас. Восьмерочка. Ручка тонких движений по прямому восхождению. Ну, то есть, вверх-вниз. Вот, крутим вот эту штуку. Получается, вверх-вниз. Ну, в общем, нам, любителям, это все не нужно. Простым людям вот это все крутить. Нам главное знать. Влево-вправо. Вверх-вниз. Да? И, ну, в принципе, все. И куда смотреть. Да? Так, что у нас дальше? Здесь была такая у меня еще полочка для аксессуаров. Такая круглая фигня. Ну, я где-то ее посеял, не знаю. Ну, штатив алюминиевый. Вот это у нас ось противобеса. Вот эта штука. Ось противобеса. Ну, сам противобес. Экваториальная монтировка. Это у нас вот эта штука. Вот она. Экваториальная монтировка. Чик. Где-то тут у нас шкала... Шкала склонений каких-то. Ну, в общем, это нам не надо. Объектив у нас находится вот здесь. Вот он там. Что у нас еще дальше? Ну и все, да? Вот из чего состоит этот телескоп. Селестром. Такой непрофессиональный обзорчик. В этот телескоп я наблюдал и наблюдаю Луну. Также в этот телескоп я наблюдал Юпитер с его четырьмя спутниками. Ну, двойные звезды. Вот созвездия там всякие наблюдал и наблюдаю в этот телескоп. В общем, одна линза тут. Вот эта линза, которая здесь установлена, 20 миллиметров. Вторая есть еще такая линза. Она на 4 миллиметра. Вот. Это у нас линза Барлоу. Она увеличивает в три раза. Ну, вот. Тут откручивается. Сейчас. Здесь вот откручивается. Вставляется сюда. Здесь закручивается. И потом уже сюда вот вставляется. Как-то она тут вставляется. Что-то вот так вот раз вставляется. Ну, и смотрим. Вот эту призму мы, в принципе, можем вертеть как нам угодно. В каком угодно положении. Она вертится. Ну, как удобно вам будет, да? Вроде, вроде бы, можно на какое-то место или вот сюда. По-моему, вот сюда можно даже закрепить, скажем, фотоаппарат или видеокамеру. И что-то там снимать, да? Разные там. Что я наблюдал? Луна, Юпитер. Солнце. На Солнце можно смотреть, но только через фильтр. И буквально несколько секунд. А то можно глаза потерять навсегда. Инопланетян не видел летающих всяких штук. Не видел. А может, видел, но как-то фиг его знает, что это было. Может, там что-нибудь и летает, конечно. Но как-то вот так вот. Луну я наблюдаю часто, но, как мне кажется, я там ничего инопланетян я там не видел. Как мне кажется, вот Луна, да? И сверху как будто, ну, может, мне кажется, как будто купола такие округлые такие штуки. Что-то такое есть. В одном кратере видел, ну, вот, скажем, окружность кратера, да? И с одного конца на другой, как будто вот такая ровная полоса. Но она, мне кажется, черного цвета какого-то. Вот. Видел там в каком-то кратере такую штуку. Ну, что это такое, я не знаю. Вот. Ну, интересно, интересно. Суперлуния вот у нас было, мне не удалось посмотреть, потому что была плохая погода, когда у нас было последнее, крайнее Суперлуния. Вот. Не удалось мне его посмотреть. Такой обзор у меня получился. В общем, как смог, рассказал. Опять повторяюсь. Вот. Ну, кому понравилось, если понравилось, да? Ну, поставьте там лайк. Напишите, может, какой-нибудь комментарий. Кто не подписан, подписывайтесь. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Ну, там, можете поделиться с друзьями в социальных сетях. Может, кому-то тоже будет интересно про телескоп узнать чего-то. Не у каждого дома телескоп стоит. Вот. Ну, вот как-то так. В общем, всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. До новых встреч! Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...